2 сентября началось досрочное голосование по выборам главы Чуваша и депутатов муниципальных собраний. Если вы не будете 13 сентября дома, то вы сможете выразить свою волю на вашем избирательном участке. Сегодня же начал работу пункт общественной горячей линии связи с избирателями. Линия открывалась на период избирательных кампаний. За 8 лет работы поступило более 89 тысяч обращений граждан. С этого года телефонная линия будет функционировать на постоянной основе. По какому номеру можно будет позвонить в случае нарушения избирательных прав в нашем репортаже. В 2007 году по инициативе Российского фонда «Свободные выборы» запустили программу обратной связи с избирателями. В первую очередь на горячую линию поступают звонки от граждан, чьи возможности в силу различных причин ограничены. Программа обеспечивает взаимодействие всех граждан страны и органов власти. Цель этого проекта, который будет осуществляться на площадке общественной палаты Чувашской республики, это привлечение общественного внимания к соблюдению в Чувашской республике избирательных прав и обеспечения прозрачности выборов. Это дана возможность по горячей линии избирателям, гражданам, населению Чувашской республики обратиться с теми вопросами, которые будут возникать в ходе избирательного процесса. В открытии горячей линии принял участие исполнительный директор Российского фонда «Свободные выборы» Игорь Богданов с помощью скайпа. Он подчеркнул, основные задачи горячей линии – оказать содействие в проведении прозрачных выборов и способствовать решению различных проблем в социальной сфере. Задать вопросы, высказать замечания и предложения можно не только по телефону, но и по почте и смс-сообщениям. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.